1739 год, как уже ранее говорил, в Англии правили хронические либералы, в частности там был крупный лидер Уолпол, либералов, и они выступали вообще против войны, потому что они выступали за интересы среднего класса, который естественно от войны страдал. А крупная буржуазия, крупные феодалы, все требовали войны для того, чтобы расширить колонии, чтобы получили они там себе всяческие фазенды и так далее. Но поскольку среднему такому фермеру, английскому фазенда не светит, он голосовал за либералов. Но однако пришлось втянуться в войну с Испанией все-таки. Сначала она началась в колониях, 1739 год, а чуть позже началась опять мировая общеевропейская война за австрийское наследство. Поэтому война в колониях называется также война из-за уха Дженкинса, она считается как бы прологом к общеевропейской очередной этой войне. Весь 18 век были крупные общеевропейские войны, мировые, потому что они по всему миру велись в колониях интенсивно, в Америке, в Индии. Война 1914 года называется Первая мировая война просто потому, что примерно 100 лет не было войн мировых и почему-то про все это забыли. Хотя последняя мировая война это Наполеоновская. В 1815 году последняя мировая война закончилась, потом 100 лет не было и потом опять начались. В 18 веке было штук 5 или 7 мировых войн. Ну ладно, значит положение какое? Испания контролирует Америку, как все мы знаем, но за 200 лет она очень ослабела. Сначала Голландия свой флот выставила и начала господствовать на морях, потом Англия. К этому времени уже в принципе господствует Англия. К середине 18 века на морях крупный английский флот. Из Америки выводится в больших количествах серебро и прочие всякие полезные ископаемые, нужные в Европе и очень дорогие. Где естественно заставляют местное население индейцев вкалывать на этих всяких шахтах, расхищают их национальные богатства и колониальная эксплуатация. Но проблема в том, кто будет на этих дорогах сидеть. По итогам войны за испанское наследство Испания с Францией проиграла. В результате Великобритания получила право на ввоз рабов в испанские колонии. То есть Великобритания весь 18 век интенсивно занималась работорговлей. Это позднее она запретила и боролась с этим. А вообще 18 век это век рабства. Там создаются крупные латифундии по всей Америке. И интенсивно рабов черных перегоняют в Америку. Потом они начнут в свои североамериканские колонии. Примерно тогда уже и начали перегонять рабов. Вот Британия как раз и занимается работорговлей. Она за это воевала и добилась, что им передали это право на весь 18 век. Британия крупнейший работорговец. Вот эти все марксистские, опять же, надо схемки поругать. Который считал, что рабовладение было в Древнем Риме. Там потом был феодальный период, потом капитализм. При капитализме самое сильное рабовладение было. Оно, к тому же, было основано там на расовом принципе. Поэтому проще было поймать раба. И хуже было отношение. Вот белый раб в Римской империи. Во-первых, к нему относится как к такому же человеку, который просто в зависимом положении. Потому что очевидно, что он, допустим, грек. Он может быть даже образованнее, чем его этот рабовладелец. Во-вторых, этот грек, если убежит, он быстро в городе затеряется, где такие же греки. Или убежит к себе в Грецию. Вот как, значит, в этих, по-латыни я сейчас делаю систему уроков. Там есть рассказы, как раб убежал в Грецию. И все. То есть уже на корабле его никто не поймет, что он раб. Потому что он на рожу такой же, как остальные. А черный-то сразу видит, что раб. Убежать-то ему в сто раз проще. Хуже. То есть, как он в городе затеряется, когда на лицо он черный. Все видят сразу, что раб. Поймать его проще. Отношение к нему хуже, потому что вот другая раса все-таки воспринимается, как другая. Да, как бы уже другой человек. Нет симпатии и единства. Вот он, если убежит, как он среди белых, ему труднее затеряться где-то в городе. Ну, кроме того, порох, огнестрельное оружие, оно значительно дешевле сделало рабство. Потому что основная проблема, опять же, у древних в Риме и в Греции была в том, что их надо охранять, заставлять. Если не заставлять, рабы нихрена не работают. И на это жалуются все древние рабовладельцы. Там включаются Цирона, Гомера и так далее. А огнестрелам-то проще охранять. Там же, допустим, на 10 рабов нужно поставить одного мужика с винтовкой, так условно, да? А если мужики с мечом, то надо одного на троих рабов ставить. То есть, гораздо дешевле охранять с помощью огнестрела. Ну вот, то есть рабство процветало весь 18 век и являлось основой колониальной экономики, а колониальная экономика – основа европейской. Вольнонаемный труд в Англии был, там, где вот индустриальный был. А индустриальное все развитие за счет чего шло – эксплуатации колоний, где полусплошное рабство. Поэтому не надо воспринимать, например, классическую капиталистическую экономику, как основанную исключительно на вольнонаемном труде, а в значительной степени 18-19 века она основана на рабстве. Ну, ладно, это отступление. Значит, вот они возят рабов, англичане, и за счет этого они проникают вообще на рынки Испании. Потому что вот у них есть там права торговать хотя бы рабами, и за счет этого они вообще там вклинились. В результате вот эта вот зона, Карибы, острова вот эти все, через которые идут торговые пути из Америки в Европу. Там стоял полный бардак, который во многочисленных популярных фильмах американских до сих пор описывается. Там было огромное количество пиратов, которые грабили эти все пути торговые. То есть в Америку возятся рабы, из Америки вывозится всевозможное сырье, в том числе серебро, золото или дорогое сырье. Кроме того, в Америку вывозятся товары, мануфактура всякая из Англии, тоже из Европы такие высококачественные. Вот все это грабят пираты раз, там вклиниваются англичане, которые занимаются как разрешенной торговлей, так и контрабандой два. Англичане имеют крупные базы в Северной Америке, уже североамериканские колонии, и непосредственно там на Карибах, допустим, в Ямайку. Вот там еще куча всяких англичан крутится, которые занимаются и легальным бизнесом, и нелегальным. И контрабандой активно. Сами жители всех этих колоний подсели на контрабанду к тому времени. В них сплошь там все пираты-контрабандисты. Испанцы со своей стороны тоже принимают какие-то меры, чтобы их не обманывали, и тоже создают свои вот эти отряды пиратов, которые называются гвардакостасы. Фактически это пираты, нанятые испанцами. Значит, действуют пираты, нанятые испанцами, пираты, нанятые англичанами, пираты, нанятые французами. Сплошной криминал кругом, целые острова, значит, базы для пиратов, совершенно никакой власти не подчиняющейся и так далее. Ну, примерно вот мы в любой компьютерной игре про пиратов или в фильме это все смотрим. Это как раз 18 век. Значит, в этом бардаке, естественно, к чему призывает английская буржуазия? Ввести войска, дать пизды испанцам, захватить все эти острова, всю колонию, всю эту торговлю нашу и так далее. О чем говорит Роберт Олбал, который воевать не хочет в парламенте? Зачем нам это надо? Это положение, конечно, хреновое, но оно устоялось. По крайней мере, там Испания контролирует эти колонии. Если мы начнем раздел испанских колоний, туда полезет Франция, Голландия. Там начнется бардак, длительная война, территория огромная. Сможем ли мы вообще ее управлять? Кстати, так как мы и североамериканскими колониями, черт знает, как управляем, они там постоянно что-то там бузят, да, против нас. Они скоро от них отделятся, североамериканские. Вот это вот все излагает Олбал. Типа, давайте оставим как есть, мы там имеем все равно свой барыш и не будем вот с этой вообще, с этим гадюшником связаться, который там расцвел на Кубе и на Ямайке. Ну, до какой-то степени он мог убеждать какое-то время парламент, хотя там много было сторонников войны. Произошел инцидент с ухом Дженкинса. Значит, Дженкинс это английский контрабандист, которого поймали вот эти пираты испанские, которые считались Испанией официальными защитниками побережья. Короче, ну, явно испанцы его поймали. И его, как водится у латиноамериканцев, под дулами мушкетов заставили встать на колени. Он там что-то возникал, этот самый контрабандист, и испанский офицер отрезал ему ухо и сказал, чтобы он это ухо привез английскому королю. Возможно, всю эту историю наврал этот самый Дженкинс. Однако, в парламент явился, значит, Дженкинс, в английский, английский, значит, моряк, явился Дженкинс в парламент и показал свое ухо в бутылке. Что, дескать, вот ему ухо испанца отрезали, он его в бутылку поместил со спиртом, довез до Англии, вот, сказали передать королю. Возможно, все это было шоу, рассчитанное на парламент, черт его знает. Тогда уже были политические технологии, либералы и консерваторы, это прям типичные развитые политические партии. Конечно, в Англии уже и Свиф над ними издевается над всей этой партийной борьбой, и нам это все уже совершенно понятно. Возможно, и шоу. Но, тем не менее, парламент это убедил, и они все голоснули за войну с Испанией. Что, собственно, не устраивало Олпола, да и правящую партию либералов, однако, вот это ухо убедило. Ну, они начали войну. Войну они вели первоначально на Карибах, то есть, они интервенции никакой в Испанию не устраивали. В основном, они туда погнали, значит, в лот английский, который немедленно пытался грабить испанские галеоны. То есть, начал грабить там официально уже на этих коммуникациях. То есть, в основном, они там занялись пиратством. Тем не менее, поскольку пиратству препятствовало наличие там военно-морских баз испанских, они попытались атаковать и города. Крупным успехом было в ноябре 1739 года захват гавани Порто-Белло, которую действительно захватили англичане, высадили там десант. Губернатор капитулировал, разрушили укрепления, там и все такое. Однако, город Картахену крупнейший там в Колумбии взять не удалось, и все прочие попытки атаковать побережье тоже не получились. В свою очередь, испанцы вторглись на юг американских колоний, потому что у них была Флорида, да? А это испанская Флорида, а рядом с Флоридой там английские уже колонии. Тоже они уже там плантации разводили и рабов завозили. Вот началось наступление непосредственно на территорию теперешних США, Испании. То есть прошла война еще в Америке. Ну, примерно вот к 1942 году на этом положении было. А в 1942 году началась война за австрийское наследство, и вся эта англо-испанская война уже к ней присоединилась, потому что Англия с Испанией так и продолжали воевать уже в рамках войны общоевропейской. Что касается русско-турецкой войны. Несмотря на то, что в 1938 году была чума, которая привела к тому, что потеряли все завоевания, все-таки в 1939 году русская армия начала наступление, и успешно. Взяли крепость Хотин, это Миних взял, где нанесли также крупное поражение туркам. Миних разбил турок 28 августа 1739 года. 1 сентября вступили в город Яссы, то есть Миних наконец-то оккупировал Молдавию, как он давно мечтал, и часть молдаван его поддерживали, потому что были христианами, и воспринимали дело так, что христиане воюют с мусульманами. Однако, ничем это не помогло, так как австрийцев в это время турки разбили. 22 июля 1739 года у деревни Гродске австрийцы полностью разбили турок, то есть наоборот, турки разбили австрийцев. 22 июля 1739 года турки полностью разбили австрийцев, и 25 числа осадили Белград. После этого был заключен Белградский мирный договор, по всем вопросам, то есть по всей войне. То есть получилось так, что Россия побеждала вроде бы как, но ее крупнейшего союзника Австрию разбили, поэтому за всю коалицию подписали мир с турками практически капитулянский. Значит, турки получили Сербию, Боснию и Валахию, в том числе Белград. Вот эти все территории какое-то время были у Австрии, но были утеряны по итогам этой войны. Что касается России, которая, в общем-то, наступала, то ей просто дали Азов, но Азов дали при условии, что там строят все укрепления, и не будет никакого русского флота на Черном море. Но сам по себе Азов с Таганрогом, в принципе, не были нужны. Они строили с Петром как военно-морские базы. Без флота никакого смысла не было. То есть Россия получила небольшую территорию, вот эту Азов, как Вольтер говорил, на болотах. Ну и все. А Австрия очень многое потеряла. Фактически эту русско-турецкую войну проиграли, правда, вот непонятно из-за кого, из-за русских или из-за Австрии. В общем-то, русские наступали там, да. Хотя и большей частью безуспешно. Но также говорят, что в Швеции к тому времени победила партия антироссийская, которая призывала к войне и к реваншу, к захвату всех территорий, которые были утрачены во время войны с Петром Первым. Поэтому вроде как Россия на это подписала. Но в целом позорный мир. То есть воевали-воевали, до хрена народу угробили, почти ничего не получили. В 1939 году умер Леонтий Магницкий. Надо о нем поговорить. Это русский учитель математики. Нельзя сказать, что он математик. Он никаких открытий не сделал. Он не ученый. Но он известен тем, что написал первый в России учебник по математике. Настоящая фамилия Теляшин, монах. В качестве такого талантливого монаха его послали в славяно-греко-латинскую академию. Гуманитарную. Где он получил гуманитарное высшее образование. Вроде бы как там ему понравилась математика. Или там Петр его послал на математику. Он познакомился с Петром. И Петр дал ему фамилию Магницкий. То, что вот он как магнит притягивает к себе людей или что-то вот такое. Короче, Петр сказал, чтобы его называли Магницкий какого-то хера. И Петр же его назначил преподавателем математики. Хотя никакого математического образования не было у этого Магницкого. Но, возможно, это типичная дурь Петра. Значит, вот этого бывшего монаха назначили учителем математики. Там был иностранец, учитель математики. В какое-то время он ему помогал, Андрей Фарварсон. Ну и постепенно, видимо, освоил математику. И ему поручили, собственно, писать учебник по математике для русских. Вот этому Магницкому. Возможно, он сам писал учебник, чтобы сам разобраться в математике вполне. Ну, вот да, он написал, значит, этот учебник. 1703 год. Арифметика Магницкого. Вот она наиболее известная. Арифметика, сиречь, наука, числительная, с разных диалектов на славянский язык переведенная. Значит, вот опять же нужно опровергнуть ложь русских империалистов, что якобы был какой-то русский язык, и на нем была, якобы, значит, арифметика Магницкого. В самом введении арифметики Магницкого написано, что она переведена на славянский язык, то есть на церковно-славянский. Аналогично все издаваемые при Петре учебники, допустим, геометрия, география и так далее, все там было написано, что переведено на славянский язык. То есть, что этот текст написан на церковно-славянском языке, это официальная позиция тех, кто писал этот текст. И, конечно, очевидно, если этот текст почитать, что он написан на церковно-славянском языке. Это грамматические явления, слова церковно-славянские. Так как церковный язык был недостаточен для каких-то вот описаний каких-то научных вещей, то Магницкий в большом количестве придумывал слова, термины всякие математические. Прямо десятками. И Ломоносов тем же занимался, и все создатели этих учебников были вынуждены выдумывать слова, либо брать их из польского. Из польского они латинизма брали. Но это не делает язык каким-либо русским. Во-первых, он эти слова, как правило, придумывал с церковно-славянскими суффиксами. Допустим, множитель, делитель. Тель – это церковно-славянский суффикс. То есть, он из церковно-славянского же языка брал и корни, и суффиксы, из которых придумал слова. То есть, это словотворчество внутри церковно-славянского языка. А то, что потом все это Ломоносов подшил в русский язык, так и Ломоносов вообще половину русского языка церковно-славянский сделал. То есть это никак не делает этот язык русским, из того, что термины придумал Магницкий, а потом их зашили в русский язык, в будущем. Нельзя же из будущего к прошлому аргументировать. Сам-то Магницкий считал, что он на церковнославянском пишет, и так и написал, что он на славянском языке. И термин он придумал для церковнославянского языка. А позднее кодифицировали русский и туда воткнули. Вернусь к Магницкому от наших дел лингвистических. В 1704 году за учебник Магницкому дали дворянство. Ну и в принципе вот так до 1939 года он руководил навигацкой школой, которая как раз техническое образование осуществляла. Техническое, морское в основном. Готовило кадры офицеров для флота. Они изучали, конечно, математику, в особенности тригонометрию, которая нужна, чтобы вычислять, допустим, куда упадет снаряд, если из пушки бухнули. Ну и в 1939 году, в возрасте 70 лет, этот человек умер. Вклад на самом деле хороший. То есть я как человек, так сказать, просветитель, он выдающийся, безусловно. Учебник потом, по нему почти сто лет учились. Ломоносов учился по арифметике Магницкого. Ну понятно, что это монах, который знал хорошо церковнославянский. Вот он на нем и написал, все понятно. Он еще знал хорошо латинский, греческий, на котором издавали научные всякие работы. Поэтому мог по математике читать по латыни всякие тексты. Знал европейские языки, французский, немецкий, голландский, итальянский. Большая часть математических терминов в русском языке, относящихся к арифметике, придумана Магницким из церковнославянского языка. Помимо учебника своего знаменитого по арифметике, он написал таблицы логарифмов и синусов, таблицы восхождения Солнца и так далее. Ну это вот применительно к его работе в навиганской школе. В 1932 году при постройке первой линии московского метрополитена обнаружили надгробие Магницкого. Такая известная история есть. И ее, значит, кажется, перезахоронили его. Ну вот на этом про 1939 год все.